Добрый вечер, уважаемые телезрители! Впервые в истории Кустанайского высшего медицинского колледжа состоялся выпуск бакалавров Сестринского отдела. Это совершенно новое для колледжей студентов направление. Все началось в 2014 году, когда в республике стартовал пилотный проект по присвоению медколледжам статуса высшего. Это дало шести учебным заведениям в стране возможность обучать медсестер по системе сокращенного бакалавриата. Уже сегодня в Казахстане 17 высших медицинских колледжей. В 2018 году наш медколледж тоже перешел на новую ступень обучения. Тогда и был объявлен набор на специальность «Сестринское дело». Полсотни практикующих медицинских сестер подали документы на обучение и спустя полтора года в торжественной обстановке получили заветные дипломы. К поликлинике номер один Кустанай относится почти 14 тысяч школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Это, кстати, 23% от всего прикрепленного к медицинскому учреждению населения. Дети и подростки обслуживаются на 32 участках. Также за поликлиникой территориально закреплены 10 школ. С 2020 года врачи первой поликлиники должны провести в них медицинские осмотры, деньги на которые заложены по ОСМС в рамках консультативно-диагностических услуг. В Кустанайской области числится 110,5 тысяч школьников от 6 до 18 лет. Поликлиникам на их обслуживание в этом году направляется из фонда медстрахования 642 миллиона деньги. Профосмотры позволят выявлять возможные заболевания у школьников на ранней стадии, и врачи при необходимости смогут направлять таких детей к узким специалистам. Согласно данным Кустанайского филиала фонда медстрахования, Кустанайским медучреждениям по направлению школьной медицины за первые два месяца текущего года выплатят больше 50 миллионов деньги. Причем деньги медорганизации получат только после оказанных по факту услуг. На этой производственной фабрике занимается пошивом одежды для госпредприятий, компаний, школ и медучреждений. Она образовалась в 1996 году, но два с половиной года назад у фабрики сменился владелец. Сейчас в планах еще большее расширение производства и замена уже устаревшего оборудования. Но, как известно, для этого нужны немалые деньги. Поэтому хозяйка предприятия решила подать заявку на участие в госпрограмме «Экономика простых вещей». По программе можно получить кредит на льготных условиях, то есть до 15% годовых. При этом 9% субсизирует фонд «Дому». И главное, кредит можно брать в любом размере. Правда, есть условия для предпринимателя. Это производство товаров в первой необходимости. В программе могут участвовать как начинающие бизнесмены, так и представители малого, среднего и крупного бизнеса. Ограничений нет. Заявку оставить можно в палате предпринимателя «Томикен», в фонде «Дому» или в банке второго уровня. В программе задействованы почти все банки региона. В этом году в Кустанай обещают ремонтировать 40 улиц. Среди них Касамханово, Восточное, Шипино, Рабочее, Геологическое и ряд других. А еще обещают провести работы на 75 дворовых территориях. Выделяют на все это 6,3 миллиарда тенге. Такой информацией поделился городской отдел ЖКХ. Будут продолжены работы по реконструкции улиц Каирбекова и Чкалова. И также будут начаты работы на двух улицах. Это реконструкция улицы Арастанбекова и реконструкция улицы Альфараби. Неясна судьба ремонта улицы Мауленова. Что же касается остальных дорог, то там в основном займутся средним ремонтом. Но, к примеру, перекресток Алтын-Царина от Джанихидзе в этот список не попал. Чтобы ремонт на этом перекрестке состоялся, как и на других отремонтированных в прошлом году улицах, ЖКХ будет обращаться к подрядчикам. У каждого из них есть гарантийный срок на качество проведенных работ – два года. Но, чтобы направить такое письмо, коммунальщики сначала дождутся, пока растает весь снег на дорогах города. И только после этого они выйдут с проверкой. В декабре 2019 года был зафиксирован первый случай гибели человека от доселе неизвестного типа коронавируса. Это произошло в Китае. И вот уже несколько месяцев жители планеты Земля следят за распространением этого вируса по странам и континентам. Подсчитывают количество погибших и выздоровевших. Подчас это напоминает сводки с фронта и закрадываются мысли о том, что действительно ли так опасен новый коронавирус. Насколько вообще оправдана такая буквально истерия в связи с ним. Особенно она, очевидно, прослеживается в социальных сетях. Об этом, обо всем мы и поговорим сегодня. В нашей студии Людмила Владимировна Налобина, руководитель отдела Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Здравствуйте. Ну и так, новый коронавирус. Ему даже присвоили имя COVID-19. В чем опасность именно вот этой инфекции нынешней? Ну, начнем с того, что все инфекции, существующие на Земле, они опасны. Но по отношению к этому вирусу опасность заключается в том, что этот новый вирус, малоизученный. На сегодняшний день нет специфического лечения, нет вакцины, которая могла бы предотвратить заражение этой инфекцией. Кроме этого, сама инфекция опасна тем, что развиваются осложнения, которые трудно поддаются лечению. Если я, я не медик, безусловно, но если я правильно понимаю, то это, ну, по сути, респираторная вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Да, передается воздушно-капельным путем и контактным путем после того, как, если больной выделил аэрозоль, допустим, на поверхность какую-то, можно заразиться контактным путем. Почему эту инфекцию называют коронавирусной? У него корона на голове или что это? Объясните. Ну, это, можно сказать, банально. При большом увеличении вирус выглядит в форме шара, которая покрыта белковыми отростками, которые создают форму короны. От этого и название. Вообще, тип вот этот вируса, этот COVID-19, почему ему призвоено такое имя? Вообще, что в классификации? Это очень опасный вирус, коронавирус? Или есть более опасные типы вирусов? Вообще, почему такая паника в мире? Ну, это связано, скорее всего, с тем, что все вновь возникающие инфекции, они несут в себе скрытую угрозу, поскольку нет никаких наработок по поводу этих вирусов, ну, в том числе и против этого вируса. Почему COVID-19? Это скрыто все в названии. Коронавирус-19 – это форма, тип вируса, тип вируса, то есть очередной тип вируса. Ну, то есть какой-то, в смысле, потенциальной особой такой угрозы в нем, в смысле, это встречающийся тип вируса, с которым человечество знакомо, я так понимаю. Да, этот вирус, он постоянно, этим вирусом постоянно болеют люди, переносят и легкие формы заболевания, респираторные заболевания, встречаются и тяжелые формы этого заболевания. Четыре типа вируса, они постоянно вместе с вирусом ОРВИ поражают человека, поэтому это давно известный вирус, но в процессе рекомбинации этого вируса в организме животных, допустим, создается новый вирус, возникает новый вирус, который отличается от предыдущих различными свойствами. То есть он более реактогенный, допустим, имеет большую поражающую способность и может вызывать больше летальные исходы. Вот нынешний вирус, он, ну, вы наверняка, как специалисты, следите за тем, что происходит в мире, по вашим оценкам, он высокий у него уровень летальности или это какой-то средний? Потому что приводят данные о том, что, допустим, от сезонного гриппа, допустим, ну, в той же Америке, данные открытые, погибает больше народу, чем вот от коронавируса, который в нынешнем году гуляет. Да, такая статистика есть, но вот что касается данного вируса, то он не первый, который вызывает в себе столько внимания. Вот его собратья, допустим, в 2004 году было заболевание торс или мерс, торс, заболевание, которое вызывало тоже, поражало людей с поражением верхних дыхательных путей и тоже была очень высокая смертность, до 10%. Затем все, наверное, помнят еще, это не так давно было, в 2014 году был тоже коронавирус, который вызывал ближневосточный респираторный синдром, так называемый, который тоже вызывал высокую смертность, порядка 20%. Поэтому этот вирус уже встретили с такой же с настороженностью, ожидая того, что он тоже будет нести большую нагрузку на здравоохранение и при этом будет вызывать большую поражающую способность среди населения, то есть с летальных исходов. Но на сегодняшний день, да, статистика по смертности, в принципе, похожа на таковую по гриппу. По гриппу по сезонному. Да, по сезонному гриппу. Но если от сезонного гриппа понятно, как можно защититься, то опасность в том, что защиты нет. Да, нет вакцины. По гриппу все-таки принимаются какие-то оперативные меры, выделяются средства из местного бюджета, в частности в нашей области, и прививаются лица из группы риска, и этим снижается уровень заболеваемости и, соответственно, уровень смертности. В данном случае нет рычагов управления, и поэтому вот такой ажиотаж вокруг этого. А вообще от данной инфекции, вообще от инфекции защититься как-то можно? Вообще от инфекции какой? Вообще в принципе, от республикаторной инфекции в принципе и от данной в частности. То есть вы о мерах профилактики говорите? Да. Да, существуют, разработаны на сегодняшний день меры профилактики, они обширные, но если их всех перечислять, ну я, наверное, выберу вот такие основные, это на сегодняшний день есть такая проблема, что люди хотят выезжать отдыхать, да. Ну вот хотелось бы порекомендовать тем людям, которые собираются ехать в страны, где имеется регистрация коронавирусной инфекции, подумать, много раз подумать, прежде чем туда выезжать. То есть ограничить выезд в эти страны. Кроме этого, необходимо носить маску в присутствии людей, которые страдают респираторными инфекциями. Носить маску самому, если человек болеет сам респираторной инфекцией для того, чтобы защитить окружающих и защитить членов своей семьи. Один из важных элементов – это необходимость соблюдения личной гигиены, в части частого мытья рук с мылом, и желательно, чтобы в семье, в доме всегда были какие-то антисептики. После того, как помыли руки, руки желательно мыть длительно, в течение не менее 20 секунд, намыливая постоянно, смывая. И необходимо мыть обязательно, когда приходишь с улицы, перед едой, для того, чтобы не заразиться и соблюдать такие меры. Кроме этого, на сегодняшний день сезон гриппа еще не закончился. Конечно, желательно ограничить посещение мест массового скопления людей, для того, чтобы защитить себя от заражения. Я вот хотела вас как раз таки уточнить по поводу проведения массовых и так далее мероприятий. У нас в этом году, ну я вот такого давно не припомню, что у нас даже президент отменил культурно-массовые мероприятия, связанные с Международным женским днем. Вообще, есть какая-то рекомендация? Или это распоряжение? Или это на уровне рекомендаций? Как это все? 8 марта пройдет впереди науры, длинные праздники. Как мы будем все это отмечать и собираться? Ну, праздники никто не отменял, да, поэтому праздники, наверное, будут проводиться на открытом пространстве. Вот нашим главным государственным санитарным врачом принято постановление об ограничении культурно-массовых мероприятий. Речь идет о тех мероприятиях, которые планировалось проводить в местах массового скопления людей закрытого типа. То есть это клубы, рестораны, кинотеатры, допустим, школьные актовые залы, куда приходят посторонние, в том числе родители, бабушки, дедушки. Речь идет об этих мероприятиях. То есть на улице никто мероприятия не отменял. И, скорее всего, праздник науры состоится в традиционном месте. Ну, это связано с тем, что прежде всего на улице проходят, да? Да, да, да. А вот у меня такой вопрос, что получается, что сегодня действительно за распространением этой новой коронавирусной инфекции следят все очень пристально. Вплоть до того, что сейчас в интернете можно найти карту, которая в режиме реального времени показывает страны, куда уже пришел коронавирус, сколько человек заразилось, сколько человек выздоровело, сколько человек умерло и так далее. По данным ВОЗ, что инфекция проникла уже в 76 стран. И, соответственно, очень много вообще в интернете различных версий и так далее и тому подобное. Ну и говорят о том, что подвергают сомнению, что в Казахстане до сих пор коронавируса нет. У нас действительно очень большая граница с Китаем и откуда все пошло из Китая. То есть скрывают, не скрывают, говорите честно, что у нас с коронавирусом в Казахстане. Да, на сегодняшнее утро у нас не было зарегистрировано ни в Казахстане, ни в Кустанайской области заболевших коронавирусной инфекцией. Но это можно объяснить теми мерами, которые приняло правительство в этой части. Когда было получено первое сообщение, официальное сообщение китайских властей о том, что выявлена вот такая инфекция, первое, что приняло наше правительство, это прием граждан, которые пересекли китайско-казахстанскую границу на учет и на поднаблюдение. То есть все граждане, которые пересекали в феврале месяц, с начала февраля месяца, и конец января, и начало февраля, казахстанско-китайскую границу, они все брались под медицинское наблюдение на 14 дней. В том числе вот у нас в Кустанайской области в январе месяце, за весь январь и начало февраля мы взяли под наблюдение 159 человек. Это наши граждане, которые были в Китае, и китайские граждане. На сегодняшний день они все сняты из-под наблюдения, но с 3 февраля, если вы помните, была закрыта китайская граница. То есть как бы наша страна отгородилась от основного источника этой инфекции. Даже на тот момент еще сам город Ухань не был поставлен на карантин. В нашей стране вот такие превентивные меры были приняты. На сегодняшний день эта работа продолжается, но к сожалению к Китайской народной республике добавились еще страны, которые имеют высокий уровень зараженности среди населения этой инфекции. И на сегодняшний день мы осуществляем мониторинг за лицами прибывшими из этих стран. Ну вот буквально сегодня я к программе, когда готовилась, смотрела очень много информации в интернете. Говорят о том, что инфекция попала в Италию, в частности, очень много случаев. И в Европе границ нет, они прозрачны, но это всем известно. И если это попало в Европу, значит это попадет везде. Насколько к этому мы готовы? Конечно, мы и не думаем, что мы останемся в стороне. Естественно, риск он существует, при том, что приняты такие меры на сегодняшний день. В любом случае, эта капельная инфекция, она найдет свою дорогу, скорее всего, в нашу страну. Поэтому принимаются определенные меры, то есть на этот случай определенный дополнительный объем инфекционных коек, открытые провизорные стационары, то есть потом открытые стационары для помещения контактных лиц. То есть мы будем госпитализировать не только заболевших, но и контактных лиц, если придется работать с этой инфекцией. Вообще, я понимаю, что разработан целый план мероприятий, вы говорите о том, что приняты определенные меры. Можно поподробнее о том, что человек, допустим, прилетает из Италии, через Москву, через Челябинск. Какие-то подозрения он себя плохо почувствовал или, может быть, на границе его как-то проверили, повышенная температура. Какие дальнейшие действия, что с ним будет происходить? А если он не хочет в стационар, что будет? Основной путь, которым может приехать человек из-за границы, допустим, из Италии, это авиалайнер. На сегодняшний день у нас в аэропорту работает группа сотрудников, которые на период прилета бортов из разных стран, в том числе из России. У нас не так много авиарейсов на сегодняшний день, но каждый международный рейс встречается этой группой. То есть проводится термометрия бесконтактная с помощью тепловизора. И вот этим методом выявляется, кроме этого, еще проводится осмотр человека, то есть на наличие признаков, потому что без температуры также может проявляться клиника. Все люди проходят вот такой осмотр, скажем, визуальный контроль, прежде чем они выйдут на территорию города. И после того отключается схема оповещения, есть рабочие бригады в станции скорой помощи, которые выезжают, помещают этого больного, подозрительного на заболевание человека, и госпитализируют в провизорный госпиталь. То есть госпиталь, где содержатся здоровые люди, не больные. Если у человека есть клиника, он, конечно, будет госпитализирован в инфекционный стационар. Если человек прилетел просто из страны, которая входит в список А, это Китай, Италия и Иран, вот из этих трех стран, то эти люди все помещаются в провизорный госпиталь на 14 дней под наблюдение. А если человек не хочет туда помещаться? Ну, мы вынуждены проводить беседу с такими людьми, показывать им нормативные документы, в том числе постановления. Главное, у государственного санитарного врача нарушать, которые никому не рекомендуется. И за отказ от госпитализации можно привлечь к административной ответственности. Почему я спрашиваю? Потому что в России такие случаи принудительного привода в стационар были, когда в Санкт-Петербурге из больницы Боткина сбежала девушка, и ее по решению суда вернули обратно. То есть у нас тоже такие варианты возможны? Возможно. Ну, я хотела бы обратиться к населению, что в таких случаях не стоит принимать решения за всю страну. То есть нужна какая-то социальная ответственность за то, что вы делаете. Если вы приехали из страны, граждане которой подлежат госпитализации у нас на территории, нужно просто подчиниться. Потому что больной человек, вы представляете, если один человек попадет где-нибудь в кинотеатре, посидит один сеанс, мы сразу получим большое число зараженных. Вы упомянули уже о списке стран, которые разделены на три группы. Можно поподробнее, что это за три группы и какие страны в них попадают? Ну, все страны разделены на три группы. Это первая А, первая Б и вторая группа. Я могу даже... Да, если можно, что это? В первую А группу это входят КНР, Иран и Южная Корея. Это те страны, где уровень заболеваемости намного превышает пороговые значения. То есть где регистрируются тысячи заболевших, да, допустим. В первую Б категорию попадают страны, которые с более низким уровнем заболеваемости, но которые посещаются нашими гражданами. Это Гонконг, Макао, Тайвань, Япония, Италия. Пять стран, которые относятся к категории Б. По первой категории мы всех лиц, прибывающих из этих стран, госпитализируем в провизорных стационарах. По первой Б категории лица находятся под наблюдением, на домашнем карантине, под обзвоном. То есть медицинские работники ежедневно обзванивают, узнают состояние. То есть они, по идее, не должны выходить из дома? Они не должны выходить. Об этом я и говорю, что должна быть социальная ответственность. Если человек попадает под домашний карантин, нужно соблюдать. Но какую-то медицинскую справку, справка ему будет выдана или что? Конечно, будет оформлен. На больного человека оформляется больничный лист. На всех членов семьи, которые находятся в карантине, на домашнем карантине, будет оформляться точно так же больничный лист. И школьникам справки будут выдавать. И в третий список что за страны входят? И вторая категория. Это Франция, Германия, Таиланд, Азербайджан. Это тоже страны, у которых уровень заболеваемости растет. И если человек прибыл из этих стран, что? Точно так же обзвон. Эти люди не ограничены в передвижениях, но все равно в течение 14 дней они будут наблюдаться по обзвону. Если человек прилетел из какой-то перечисленной вами страны, провел отпуск в Европе и так далее, приехал и чувствует себя неважно, куда идти, стоит ли вообще куда-то идти, или может вызвать домой врача? И могут ли наши специалисты обнаружить коронавирус здесь? Или где анализы проводятся вообще? Да, конечно. Идти никуда не стоит. Нужно вызывать врача на себя. При этом нужно по телефону сказать, откуда приехал. Чтобы врач, он же тоже человек, чтобы он был готов и тоже смог защитить себя. То есть одел маску и, соответственно, был подготовлен к этой встрече. Да, если у человека есть клинические проявления, то у него отбираются маски, это же респираторное заболевание, и маски направляются в лабораторию, и в течение 4-5 часов выдаётся результат на наличие вируса. В нашей лаборатории это исследование проводится. Тест-система есть? Получается, если у человека что-то подтверждается, я просто почему спрашиваю, не так давно наши корреспонденты участвовали в учениях, которые по коронавирусу проходили, и выглядит это максимально эффектно, конечно. Все в защите, какая-то специальная капсула. Это вот так же будет происходить? Или как-то более буднично? Нет. Если, конечно, выявлен один человек, допустим, на борту самолёта или в вагоне поезда, это всё будет точно так же проходить. Я сама принимала участие в этом тренинге. Во-первых, такие тренинги проводятся не один раз в год. Мы всегда готовы к такой ситуации, но мы не ждали тоже. У нас много ли заготовлено мест, где потенциально, скажем, заболевших разместить? Это специальные какие-то места? Или в случае необходимости будут какие-то дополнительные койки развернуты? Да, у нас есть постоянные инфекционные койки, конечно. В каждом регионе области есть постоянные инфекционные койки, и взрослые, и детские. Кроме этого, развернуты дополнительные койки. И я вам уже сказала, что у нас есть два провизорных госпиталя на 160 койках. Это на территории всей области? Нет, провизорные госпитали находятся на территории города Тобуэл. Если сегодня, опять же, я повторюсь, готовясь к программе, массу информации прочитала, посмотрела, и вот услышала такую вещь, что по статистике, которую, опять же, приводит ВОЗ, из общего количества погибших от коронавирусной инфекции, детей до 9 лет нет вообще. В основном, те, кто не пережил эту инфекцию, это люди старшего возраста. Так ли это? Или это какие-то слухи? Да, по статистике, чаще заболевают люди после 40 лет, еще чаще люди после 50 лет, и еще чаще люди после 60 лет. То есть там идет тоже градация. Это, скорее всего, наличие каких-то особенностей в организме стареющего человека. И, кроме этого, наличие различных хронических заболеваний тоже играет свою роль. Ну, уже отягощенная анамнеза, да? Да, да. Получается, что у нас сегодня в Казахстане, читала, опять же, буквально несколько тысяч человек, которые находятся под наблюдением, и около 900 находятся, так скажем, на карантине. У нас в области это сколько человек? Один человек. Один человек, но пока. Пока. Если мы говорим о мерах защиты, профилактики и так далее, многие, я в том числе, столкнулись с тем, что в аптеках нет масок. А если есть, то цены на них почему-то поползли вверх. Что делать? Можно ли пережить это время без маски? В принципе, да, была проблема с масками. На сегодняшний день аптеки предоставляют вот такую возможность купить маски. Цены, конечно, немного подросли, но это, я считаю, чисто индивидуальная ответственность, юридическая ответственность аптек. На сегодняшний день можно купить в нескольких аптеках маски. Я сейчас скажу вам, в каких аптеках эти маски продаются. Кроме того, в цветной аптеке можно купить многоразовые маски, которые стираются, и можно использовать многократно. Так, это Фармакон, Витаем и Стофарм. Это аптеки, которые на сегодняшний день имеют достаточный запас масок, и они их реализуют. Ну, я так понимаю, что такой вот резкий дефицит, который возник с масками, это вот некий ажиотаж, который был создан. Ну, вполне возможно, да, что спрос, он как бы вызвал вот этот ажиотаж. Да, может быть. Вообще, насколько, так скажем, сама вот эта инфекция нынешняя коронавирусная, насколько она страшна вот в тех объемах, о которых они рассказывают? Потому что сейчас, ну, в частности, в мессенджерах по цапе, допустим, ходят очень страшные сообщения, друг другу пересылают их люди о том, что там 20 тысяч заболевших, люди падают замертво, вот эти видео пересылают и так далее, и тому подобное. Вообще, где правда, где ложь? Насколько быть встревоженным в данной ситуации? К чему относиться серьезно, а что можно, так скажем, мимо ушей пропустить? Ну, я думаю, нужно все равно ориентироваться на официальную статистику, да, потому что Китай полностью под ответственным Всемирной Организацией Здравоохранения. Я не думаю, что там какие-то факты скрываются. Ну, может быть, по проведению противопедемических мероприятий у них, может быть, есть какая-то своя тактика. Но по числу заболевших, по числу умерших, скорее всего, это официальная статистика, которая совпадает с действительностью. Поэтому мы верим официальной статистике. И чего бояться? Ну, эта респираторная инфекция, она, конечно, может поразить большое количество людей, но в конечном итоге она тоже пойдет на спад, и люди будут выздоравливать. Не все люди будут болеть тяжелыми формами, поэтому о молодежи вообще нечего бояться, я думаю. А ты знаете, как в известном анекдоте, лечная простуда проходит за неделю, а не леченная за семь дней. Это примерно из той же области? Да, наверное, оттуда же, да. Вообще, я знаю, что этот вопрос задавали несколько дней назад бюро Бековой на брифинге. Вообще, насколько можно скрыть, так скажем, факты коронавирусной инфекции на территории страны? Я думаю, невозможно скрыть. Больной человек – это как ходячее биологическое оружие. Ну, может быть, его можно закрыть на какое-то время, лечить. Но я думаю, до того момента, как его выявят, он все равно сможет заразить какое-то количество людей. Скрыть невозможно. Это не тот случай. Ну что ж, спасибо большое, что вы пришли и отвечали на мои вопросы. Тем более, в этот праздничный день. Большое спасибо вас и вам я благодарю. Вас, уважаемые телезрители, я жду экранов через неделю. Напоминаю, это будет в воскресенье в 19.00. В нашей студии была Людмила Владимировна Налобина, руководитель отдела Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кустановской области. Меня зовут Валерия Зиновьева. До встречи и до свидания.